Всем привет! Гляньте, как красиво лежат, не удержалась, чтобы это не заснуть. Близнецы! Башня с близнецами. И главное, наверху. Вот любят спать наверху, котята. Спать укладываетесь, да? Ой, зеваете. У нас утро, вы спать укладываетесь. А с пяти утра бегали, что они вытворяли, вы не представляете. А сейчас уже ближе к девяти, и они укладываются. Давайте под наш график подстраиваться, а? Не получается под наш график у них. Я уже засыпаю. Я уже сённый. Ну что, мы вместо лагеря едем к врачам. Доченька. Доченька, покажи. Поверь. Ситуация у нас такая. Повернись, солнышко. Глаз напухает. Очень сильно подпухает глаз. Я боюсь, что ещё и к офтальмологу придётся обращаться. Ну, с носом более-менее, но насморк сильный. И поэтому мы едем, чтобы нам сказали насморк из-за травмы, или она уже где-то простудилась. Едем к лору. Я уже так настроилась. Мне подруга пишет. Воль, Лена, отдаёшь малую в лагерь, сейчас дома все дела переделаешь, все кладовки разберёшь. Вот тебе и, пожалуйста, лагерь. Алис, ты лицо закрыла шариком? Нет, просто. Нет? Лисюшка всё мне говорит, я с таким лицом на пятиэтажке гулять не пойду. Я говорю, ну они же не будут с тебя смеяться, наоборот, пожалеют тебя. У них же тоже были травмы. Помнишь, как Игорь голову ударил? Не так давно. Все же его жалели. Ну что, всё заживёт. Зашли мы к лору, сказала она, что да, это у вас точно отпадение насморка, потому что, говорит, ну прозрачные такие сопельки, никакие там, ну никак при болезни бывают. Но посмотрела горло и говорит, ну горло чуть-чуть красное. Так что мне всё равно ничего не ясно. Если это от падения, Лиска не простужена, чего-то до горла немного красное. Я всё равно не уверена ещё до конца, что она не заболевает, мало ли. В общем, сегодня мы никуда в лагерь её не отдавали, подождём, посмотрим до завтра. И там уже, я думаю, будет яснее картина. Носик сказали капать, прызгать. Ну вот из-за этого падения. Те же самые капли, которые мне вчера лор онлайн написал, вот этот Рина Мистин. Он снимает набрек в носу, набрек, отёк, отёк в носу. По-украински это набрек. А отёк получился от падения. Вот так вот. Мы приехали к депоту. Мне надо кое-что купить из продуктов. И заодно Алиске игрушку куплю. Давай руку, тут машина ездит вообще-то. Вау! Какие шары красивые. Нам 8 лет. У магазина день рождения. Магазину 8 лет. Больше, чем тебе. Может, через дня рождения скидки будут какие-то. Посмотри, какие шары висят. Вон, под потолком. Класс, как планеты. Алиса сюда тянет, конечно. Какой интересный самокат. Как ракета. А вот шлем прикольный. Алиса ж себе хотела. Может, купить на ролике. Хотя 48, 52. У неё 52. Это минимум. Вот этот на неё. 52, 56. И этот подойдёт. 51, 55. Ох ты, гляньте. Кегли холодное сердце. Обычные, лёгенькие. Скейты прикольные. Марвел есть. Есть он с пончиками. Тоже прикольненький. Хотя рябит в глазах. Лучше, наверное, однотонный. Кукла Барби. Акционная. С тремя масками, гляньте. Куклы на пляже. В бассейне. Тоже прикольно. Ого! Вертолёт у куклы Барби. Ага. Я видел. Смотреть. Ага, велосипед. У нас где-то дома есть, кстати, велосипед. Мы нашли классные наборчики. Косметичка, резиночка и очки. 479 гривен. Что это? Гарри Поттер. А что это такое вообще? Это сова с кошелёк. Сова из Гарри Поттера? А, это кошелёчек, наверное. Можешь возьмите этот кошелёчек? Хочешь кошелёчек? Игрушки сейчас, конечно, на любой вкус и цвет. Новый бренд для юных художников. Такая папка, в ней фломастер и альбомчик. Мама, я нашла слепаку. Алиса хочет сямскую кошку слепить. Мама, можно я себе шпицы возьму? Шпицы? Ну, возьми шпицы. Алиса всё про шпицы мечтает. Покажи, что ты выбрала. Мы сямскую кошку обратно повесили, потому что она есть в этом наборе. Набором взяли. Набор с собаками есть. Мама, я себе нашла, что я очень хотела. Представляете, говорит, я о микрофоне мечтала. У нас же где-то дома штуки три. Да, Алисюнька, что до войны? Ты была такая маленькая, всё это не хотела. Я бы тебе до войны всё купила. Кому интересно, что выбрала Алиса? Она выбрала цветной мяч. Наборы для лепки. И пазлы вот такие с собаками смешными. Говорит, хочу вот эту собаку с попкорном собрать. Ну, такие пазлы уже 160-200 выбирать. А я выбрала двое фломастеров, которые у нас раньше были. Мне не так нравились, но они уже многие растерялись. И ещё у этой же фирмы увиделась какой-то металлик. Я думаю, они будут круто писать. И я ещё такую игру выбрала. Она стоит 200 гривен. Но мне кажется, это очень интересная игра. Вон, 219 гривен. Потому что здесь надо и слова читать, и найти каких-то там преступников. И всё это, коты. Ну, в общем, это классно. Я не могу смотреть на Лисюшкиное лицо. Вот она поворачивается. Это просто ужас. Как из-за травмы может раздуть лицо за один день? Гляньте, какое динозавр на управлении. Весь в блёстках. Мама, смотри. Колечко. Давай возьмём. Колечко панды. Давай. Ну, возьми, если нравится, бери. Мы нашли флафис-тафис, но они все такие, как у нас уже есть. Ну вот, я вообще... Новых нету. Нету новых. Ещё такую пружинку Алиса купила. Дося, ты хочешь её лишиться? Сейчас свалится и всё. Покажи, как ей играть. Покажи. Прям по твою кофту подходит. Любимая игра детей всех поколений. И вон там все наши пазлы. Будем дома разбирать. Но вряд ли Лиса в лагерь уже будет с таким лицом ходить. Будем ждать, пока выздоровеет. Так, пришли по продукту. Капуста 9 гривен стоит, представляете? Ну, почти 10. Беру на борщ капусточку. Алиса себе багет взяла. Алиса, иди выбери йогурт какой-нибудь. Тут такой выбор, что я теряюсь. Будешь какой-нибудь йогурт? Пройдись, посмотри. Там и сырочки есть, и йогурты. Давай. Ак-тимельки свои любимые прошла. Сырочки берет в шоколаде. Выбрала? Молодец. Помощница наша. Все-все, в кассе вези, куда ты поворачиваешь? Ма, яйца зачем опять? А ты мне дала? А у вас они есть? Да, мы купили. Там пусты нету, нету. Пусть я купил два десятка. Когда? Вот вчера буквально. С рук. Опять купил. С рук. Так а зачем покупать яйца в магазине, если есть яйца домашние? Ну, два десятка купили вчера. Тихо, тихо, тихо. Сейчас я к вам приду, и у вас опять их нет. Ну, а куда они денутся? Так, укладываю я свои покупки. Держи. Положи в карманчик. Спасибо. Бедная Лиса вообще на себя не похожа. Так опухли глаза. Вот это я Лиске купила. Гель для душа. Прикольный такой. Вот апельсинка. Сейчас мы будем проезжать здание, в которое был прилет. Он был уже достаточно давно, но его так и не восстановили, ничего. Это самый центр Черкасс. Показываю для тех, кто у нас новенький, подписывался и не видел. Это вот такой вот у нас был прилет. Заехали в лагерь. Я думала, мы там альбом забыли, который я вчера Лисе купила. Она на курсы ходила. Я думала, что альбом там остался. На самом деле, оказывается, его Костя забрал. Сам не знал, ему отдали вместе с тетрадками. И мы заехали за альбомом. Там увидели Алису, конечно. Они, конечно, начали охать, как у неё раздуло под глазом и всё. И стали ей говорить, может, ты останешься, может, побудешь с нами. Мы там делаем браслетики. То-сё. Я ей тоже сказала, доченька, может, пойдёшь? А на ней, не, сегодня я не пойду. Я, говорит, сегодня побуду с мамой. Ну, плохо себя ребёнок чувствует, тянет побыть с мамой. Ну, для меня это понятно. А психолог подошла ко мне и намекнула мне, что дети иногда манипулируют, что они даже могут заболеть специально, упасть специально, чтобы быть с родителями. Ну, видно, что Алисе реально плохо. Её заливает этими соплями. У неё всё, вот этот вот нос, даже вот как ей капать, сморкаться там постоянно, если там остаться, даже начиная с этого. Ну, и видно же, что ребёнок весь опухший, в травмах после вчерашнего. Какие могут быть манипуляции? Она сама хотела в этот лагерь. Она попросила, чтобы его оплатили. Она туда рвалась, шла каждый день с удовольствием. И после того, как там упала, ей стало вот плохо. При чём тут манипуляции с родителями? Хотела бы она, она бы просто не пошла. Сказала бы, не надо, не платите за следующую. Она сама нас уговорила заплатить за следующую смену. Короче, не понимаю я всех этих умозаключений. Алиса совершенно не похожа на манипулятора. Она даже врать не любит. Она мне всегда говорит, мама, я врать не буду. Даже если я прошу что-то там Косте не сказать. Да, у нас с ней такое было один раз. Мы с ней поехали за посылками. Я говорю, Алиса, не говори папе, куда мы едем? Потому что ему это не понравится. И она вышла в коридор, а Костя взял и задал ей вопрос. Алиса, вы куда? Она говорит, ну, мама просила тебе не говорить. То есть абсолютно бесхитростный ребёнок, врать не любит, расстроилась. Говорит, мама, я не могу врать. Я говорю, ты не просила тебя врать. Я тебя просила просто не договорить. Не говорить этого и всё. Говорю, не говорить, это же не врать. Вот, ну, говорю, ты, конечно, умница. Молодец, что ты не врёшь, что ты говоришь правду всегда. Хотя ей тяжело так будет жить, всегда говоря правду. Вот, ну, сегодня я же говорю, у меня аж прям настроение подупало от всего этого происходящего. Знаете, ребёнку плохо. Я и сама очень хочу, чтобы она ходила в лагерь. Это же не то, что... Костя говорит, не пойму, почему этот альбом такой дорогой. Это я вчера купила Алисе. И вот в художественном салоне он стоит 140 гривен. Но здесь 25 листов плотностью 250. То есть это очень плотная бумага. Такая уже приближённая к картону прям. Наверное, поэтому он и дорогой. И очень белые красивые листы. В общем, альбом классный. Он толстый. А бабушка рассматривает тетради. Алиса же вчера сходила ещё после Никиты на курсы по подготовке к школе. И нам отдали эти тетрадки. Они достаточно интересные. Вот, например, тренажёр по математике. Здесь в основном примеры. Вот так вот прям большим... Вот так вчера делали больше-меньше, я так поняла, ставили. Вообще прям все листы занимают примеры, примеры, примеры. То есть иди, решай, запоминай. Вот, вставь пропущенные числа. А, для чтения вот такие используют твоя перша книга для читания. Вот, здесь, кстати, с картинками чтение. Ну, то есть, чтобы было интересно ребёнку читать, некоторые слова заменяют картинками. И вообще она такая достаточно красочная. Вот мне такие нравятся. Иногда делают буквари всякие такие вообще некрасочные, я думаю. Ну, как можно детям делать вот тут чёрно-белые? А здесь хоть с картинками цветными. Такая небольшая книжка. Ну, и третья называется «Смарт лето. Повторение и подготовка». И вот здесь вот вообще много всего. Здесь есть и обведи, и напиши, и нарисуй, и всякие задания, чтобы им скучно не было. Такие, ну, немного полегче, чем тренажёры тут по математике. Ага, ну, вот и по клеткам рисовать, и что хочешь, в общем-то, есть лабиринтики. Вон, находили отличия. Вижу, наклейки клеили. В общем, такое смарт лето подготовка и повторение. Ой, у нас вечер, и это какой-то капец. У Алисы очень сильно слезятся глаза. Она сама не понимает, почему. Вот она пыталась в телефон лежать, смотреть. Температура 37,4. Тоже не знаю, почему. Я всё-таки склонна полагать, что она где-то простудилась, ну, заразилась, я не знаю. И что это только начало заболевания. Ну, не может же быть температура от падения, я не знаю. Вот. И ещё она всё время хнычит, всё время без настроения. Из-за этого насморка. Бесконечный насморк, насморк, насморк. Уже столько ушло салфеток. И мы капаем тем, чем нам сказали. И насморк этот не прекращается. Поэтому, ну, если это она всё-таки заболевает, завтра пойдём к ещё одному лору. Пусть она тоже посмотрит и скажет, есть вирус или нет. Потому что вообще, вообще непонятно, что происходит. В общем, Костя поехал сейчас за жаропонижающими, на случай, если ночью бахнет температура. Я звонила сегодня нашему семейному врачу, педиатру. Говорю, так и так, посмотрите её, она упала, нос разбила, насморк идёт. Он говорит, это не ко мне, это клору. Хотите, я вам направление клору выпишу? Чё вы зря ко мне, говорит, будете бегать, если вам клору. А я сейчас так смотрю на ребёнка и думаю, всё-таки надо было бы её всё-таки показать семейному врачу. Потому что и глаза пухшие, и насморк этот непонятный. И вообще, Алиса, говорит, себя плохо чувствует. Но голова не болит, не кружится. Единственное, что она мне сказала, спросила, не вырвет ли её почему-то. Вот пошла во двор, походила с Костей, пришла, говорит, аж ноги трусятся. Типа слабость, не знаю. Что у тебя сейчас, как ты сейчас себя чувствуешь? Что у тебя, болит или не болит, что? У меня болит возле глаза рамка. Что? У меня болит возле глаза рамка, чувствую себя не очень, настроение не очень. Ну, настроение, понятно, какое тут будет настроение. Возле глаза рамка болит, а носик? А носик немножко болит. Немножко болит. Всё, больше ничего? Да. Корлышко не болит? Да, не болит. Голова не болит? Да. Не кружится. Тогда чего ты расстраиваешься? Насморк это ерунда. Потому что я не хотела такого. Ну никто такого не хотел, солнышко. Если ты где-то заразилась, или если это от того, что ты упала, это все пройдет. Просто немножко потерпеть. Может, почитаем книжечку? Хочешь? Я тебе почитаю. Костю затянула складывать пазл. Он начал с Алисой? Алиса ушла лежать, потому что плохо себя чувствует. А он все складывает и складывает. Ты так все закончишь без нее. Ну потом она поломает и соберет за мной, если захочет. Что, реально так затягивает? Ну как-то уже начал, надо закончить. Да, тут все собаки вместе. Ну, кстати, прикольно, что у них разные цвета. Там желтый, там голубой. Проще подобрать. Все, чем можно успокоить с лисеночкой, это Бравл Старс. Так у тебя, говоришь, на айфоне лучше, чем на Самсунге? Да. Аккаунт. Ну, давай посмотрим. Мама. Спасибо. Это не у нее, это твоя подписчица Соня тебе дала. Спасибо, Соня, огромная. Я очень благодарна тебе. Там Леона нету? Есть. Есть? Да! Леон Кикен Чикен! Леон еще и Кикен Чикен. Ты что, с конфеткой во рту? Ты же так не кричи с конфеткой. Мама. Посмотри, там 20 тысяч кубков. Мама. Алиса не верит своему счастью. Я куплю нож. Только вот есть одна проблемка, знаешь какая? Какая? А, нет, нет. Я подумала, что это айфон, а у меня на айфоне есть Макс, а на акаунде нету Макса. А рисуете во рту? Конфетки холст. Сколько? Четыре. Ты что, выплевывай. Почему? Тут еще можно решить, на кого копить. Смотри. Я хочу выбрать, как нет, знаешь, на кого? На кого? А ты отгадай. Ну, на этого просто на него показывала. Нет, я хочу накопить на Макса. Ага. Потом я хочу накопить на Дага, потом на Джина, потом уже на этого Черного Георда. А сколько у тебя там есть вообще персонажей? Сейчас посчитаю. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63 персонажей. Ого, а всего их сколько бывает? Вот эта девочка Соня. Спасибо, Соня. Но она тебя не слышит, там фотографии. А она смотрит нас? Да. Соня увидит это видео? Конечно. И увидит. Спасибо, Соня. Передаю тебе поцелуйчик. Сегодня тебе поцелуйчик. Спасибо. Ну все, Алиса теперь занята будет. Наверное, Леоном будет играть, да? Да. Показывай. Так, и нам еще подписчица Варя на мой телефон. Вот я установила Бравл Старс и подарила тоже аккаунт очень крутой. Да, Лисюшка, крутой? Да, сейчас покажу. Тут вроде и Леон есть. Да. Ух ты. А что у него серенькая, а не зелененькая кофта? А это такой костюм и котик Леона. Это котик. Ага. Сейчас покажу. А можно зеленую надеть? Да, острый. Вот сюда заходишь и вот. Класс, ты можешь Леоном играть. Будешь? Да. Варе передай спасибо. Спасибо, Варя. Это лайк. Это не Товарио Стрик.